В студии 25-го часа Михаил Делягин, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике. Добрый вечер, Михаил Геннадьевич. Добрый вечер. Покушение на премьера Словакии лишний раз напоминает нам о том, что главная война идет не там, где летают истребители, ракеты, где рвутся мины и снаряды. Главная война идет в информационном поле, даже в поле идеологическом. Покушение на ФИЦО, вице-спикер парламента Словакии назвал, вернее, он назвал виновников. Это либеральные СМИ. Известно, что покушавшийся был ярым сторонником либеральной партии прогрессивная Словакия. Вот как война на идеологическом фронте доводит людей до убийства оппонентов. Ну, это если действительно 71-летнего пожилого человека довели до истерики. И его же, собственно, пропаганда и довела, потому что он писатель. А может быть и другой вариант, потому что террор – это стандартный английский метод решения политических вопросов и корректировки политических процессов. Так что, в общем, я бы на месте Орбана усилил бы мир и безопасность. И на месте всех других недостаточно проанглийских политических деятелей, по крайней мере, восточной Европе. Ну, значит, людям, которые сидят в Киеве, беспокоиться не о чем. Посмотрите, как пышно съездил Блинкин в Киев. Как это называют кабацких этих музыкантов-то? Как заправский лабух пел песню перед восторженными украинцами. Вот, посмотрите, на Украине идет война. Война до последнего украинца. Зеленский призывает всех идти на фронт и опрокинуть агрессивную Россию. А тут вот такое веселье. И никто не видит в этом диссонанса. Человек просто зашел в кабак и просто спел песню. Приехал хозяин. К холопам приехал хозяин. И снизошел до них. Посидел в их кабачке и даже побренчал на гитаре. Он снизошел до них. Они молятся на него. Я думаю, что этот кабак будет теперь паломничество. Посидеть на этом месте будет стоить больших денег. Прикоснуться к нему будет стоить больших денег. Это демонстрация того, что вот Бог снизошел на землю. Ну и помимо обычной аудитории западных политиков на Украине, политических и обычных проституток, пообщался и с кем-то в кабаке. Ну хорошо, что касается... Он там в Макдональдсе, по-моему, как-то кушал с кем-то. Да еще и пиццу запущил. А насчет того, что действительно украинцев отлавливают по всей стране и загоняют на фронт. А при этом тусовочка прекрасно жирует, прекрасно себя чувствует. И тусовочка рада, что к ней приехал, так сказать, ее, ну как бы сказать, помягшим... Мягко, скажем, руководителем. Символ ее надежд и мечтаний. Понятно. А что касается практической части визита, ведь не только на гитаре по бренчате он туда приезжал. Во-первых, отстилутся, получить удовольствие. Это понятно. Где еще можно отдохнуть так, как в колонии. Еще, так сказать, сынок Байдена не даст соврать. Может быть, какие-то коммерческие вопросы порешал, которые потом выплывут. Но самое главное, первое, с Украины должны приходить новости, устраивающие Америку, до завершения избирательной кампании. Поэтому про английский Зеленский, не очень про английский. Хочет жить, пусть, значит, обеспечит хорошие новости, неважно как. Это первое. Второе. Как бы американский же кандидат, по-моему, Сырский, не, не, Залужный, извините, я путаюсь в этих прекрасных фамилиях, Залужный, в порядке издевательства Зеленский его отправил в Лондон. К своим хозяевам и к его, так сказать, оппонентам. Вернее, к оппонентам его хозяев. Ну, наверное, там есть джентльменское соглашение, что его там в Лондоне не грохнут. И, значит, договориться, чтобы Зеленский принял его обратно, чтобы возвращение блудного попугая свершилось. Когда вы говорите об украинцах, которые отлавливают по всей стране для того, чтобы их мобилизовать, не будем забывать и о том, что судьба украинских беженцев в Европе, она тоже бурно обсуждается. Вот интересно, Шольц, который с распростертыми объятиями принимал украинцев, а вдруг выступил, что называется, в тяжелом весе. Мы на вас потратили деньги, обеспечили вам курсы немецкого языка. Их даже кто-то закончил, эти курсы? Вот этой статистике он не привел. Некие курсы адаптации. Но работают из вас всего 25%, в то время как в Дании аж 77% украинских беженцев уже трудоустроились. А Германии не хватает тысяч рабочих рук. Так надо выслать их в Данию, пусть работают. Нет, он обещает выслать их на Украину. Это такой интересный финт. Вроде бы просто так, как на мобилизацию отдать нельзя. А вот если на работу не устроился, отдадим вас Зеленскому. Ну, а если на работу устроился, то добиться увольнения, опять отдать. Это, в общем, да, до последнего украинца было сказано. Английскими хозяевами нынешней Европы. Благодарю вас, Михаил Геннадьевич. В студии 25-го часа. Михаил Делягин, заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...